В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета. В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде стрелок, в виде силуэта пешехода или велосипеда, а также крестообразные. Круглые сигналы светофора расположены вертикально. На многополосных дорогах над проезжей частью могут устанавливаться светофоры с горизонтальным расположением сигналов. Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки, которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала. Транспортные светофоры устанавливаются перед пересечением проезжих частей справа от проезжей части. Дублирующие светофоры могут устанавливаться непосредственно за пересечением проезжих частей слева от дороги. Также устанавливаются светофоры с поперечного направления. При наличии на дороге разделительной полосы, направляющего островка или островка безопасности, дублирующий светофор может устанавливаться перед пересечением проезжих частей слева от проезжей части, а также непосредственно за пересечением проезжих частей. И также дублирующий светофор может устанавливаться в пределах перекрестка над проезжей частью. Перед пешеходным переходом транспортные светофоры устанавливаются справа от проезжей части, а дублирующие светофоры в пределах пешеходного перехода над проезжей частью. Зеленый сигнал разрешает движение. Зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал. Зеленый мигающий сигнал мигает в течение трех секунд непосредственно перед его выключением с частотой одно мигание в секунду. Данный сигнал как бы говорит, тем, кто близко находится к перекрестку, еще разрешается движение, а тем, кто не успевает въехать на перекресток на зеленый мигающий сигнал, уже пора останавливаться. Для информирования водителей о времени в секундах, оставшемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло обратного отсчета времени. Допускается такое табло располагать в отдельной секции, которая крепится на одной опоре со светофором. Цифровое табло может располагаться на месте желтого сигнала светофора. Желтый сигнал запрещает движение, кроме случая, рассмотренного в конце данного урока. Желтый сигнал предупреждает о предстоящей смене сигналов. Желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности. На режим мигания желтого сигнала светофор может переводиться при значительном снижении интенсивности движения. А это чаще всего в темное время суток. Красный сигнал, в том числе и мигающий, запрещает движение. При запрещающем сигнале светофора водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам. Остановка в указанных местах производится только при въезде на перекресток. Выезд с данного перекрестка производится на любой сигнал светофора, в том числе и на красный. Варианты выезда с перекрестка подробно будут разбираться в разделе «Проезд перекрестков». Сочетание красного и желтого сигналов светофора запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала. Если видимость сигналов светофора для водителя транспортного средства остановившегося у стоп-линией на крайней полосе проезжей части данного направления затруднена, то есть надо наклонять голову вперед, чтобы увидеть сигналы светофора, в этом случае на одной стойке с основным светофором может устанавливаться светофор меньших размеров. Данный светофор применяется в качестве повторителей сигналов светофора. Если транспортный светофор и пешеходный светофор разрешают одновременное движение пешеходов и транспортных средств, то при повороте автомобиль обязан уступить дорогу пешеходу. Чтобы лишний раз напомнить об этом водителю, под транспортным светофором могут устанавливаться информационные световые секции, работающие в белолунном мигающем режиме. Информационная световая секция включается одновременно с разрешающим сигналом светофора разрешающим поворот. Если светофор имеет дополнительные секции, то на основной зеленый сигнал наносится черная контурная стрелка, которая указывает разрешенные направления движения основного сигнала, но главное она говорит, что данный светофор имеет дополнительные секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией. Для дополнительного информирования водителей о запрещении движения в направлении секции может применяться световой сигнал красного цвета контура этой секции. Светофоры, не имеющие красного контура дополнительной секции, должны иметь экран белого цвета за светофором. Светофоры без дополнительных секций применяются на перекрестках в случае одновременного пропуска транспортных средств во всех разрешенных направлениях. Иначе говоря, сейчас можно двигаться направо, прямо, налево и в обратном направлении. Светофоры с дополнительными секциями применяются для раздельного пропуска транспортных средств в определенных направлениях. При данных сигналах светофора можно двигаться прямо, налево и в обратном направлении. Направо можно двигаться только при включении дополнительной секции. При таких сигналах светофора можно двигаться только направо, налево и в обратном направлении. При таких сигналах светофора можно двигаться только направо и прямо. В данной ситуации также можно двигаться только направо и прямо. Только при включении левой секции можно будет повернуть налево, а также выполнить разворот. Стрелки в дополнительных секциях светофора могут разрешать движение не только направо, налево и в обратном направлении, а также и в других направлениях. К примеру, в прямом направлении, или только разворот. Кроме того, стрелки в дополнительной секции могут разрешать движение сразу в нескольких направлениях. На участках дорог, при временном сужении проезжей части, для организации реверсивного разъезда по одной полосе, в том числе и перед мостовыми сооружениями, где невозможно организовать безопасные движения с помощью знаков приоритета, может устанавливаться двухцветный светофор, который будет поочередно пропускать транспортные средства на узком участке дороги. Такой светофор допускается применять на внутренних территориях предприятий и организаций для регулирования движения, а также в местах выезда с таких территорий. При запрещающем сигнале такого светофора останавливаться надо перед светофором. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направления, указываемые стрелками. Над такими светофорами допускается размещать табличку белого цвета из световозвращающей пленки с изображением черной стрелки, дублирующей стрелки светофора. В данной ситуации стрелки светофора говорят, что на данном перекрестке можно двигаться только направо. И вполне естественно начинать движение можно только при включении зеленой стрелки. Направленный светофор может применяться для раздельного регулирования по полосам. Для примера, автобусу сейчас движение запрещено, так как стрелки в его светофоре красного цвета. По второй полосе можно двигаться только в прямом направлении. С третьей полосы можно двигаться только налево и в обратном направлении. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, то его действие распространяется только на пешеходов. При этом красный сигнал запрещает движение, а зеленый разрешает движение пешеходов. Данный светофор может иметь цифровое табло обратного отсчета времени. Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения проезжей части, световые сигналы светофору могут быть дополнены звуковым сигналом. Для регулирования движения велосипедистов В местах пересечения велосипедной дорожки или полосы для велосипедистов с проезжей частью применяется светофор с изображением силуэта велосипеда. Допускается применять светофор-повторитель с табличкой «Вид транспортного средства». То есть светофор распространяется только на велосипедистов. Данное пересечение обычно располагается рядом с регулируемым пешеходным переходом. На таких участках дорог могут применяться светофоры с раздельным изображением силуэтов пешеходов и велосипедов, а также светофоры, совмещающие изображение пешехода и велосипеда. Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, направлении движения по которым может меняться на противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным крестообразным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы, соответственно, запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены. Красный сигнал в данной ситуации запрещает движение по реверсивной полосе и говорит, что по ней сейчас едут встречные транспортные средства. Въезд сжать на реверсивную полосу можно только в одном единственном случае, когда горит зеленая стрелка в реверсивном светофоре. При выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон двойной прерывистой линии разметки, въезд на эту полосу запрещен. Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз. Включение такого сигнала информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут применяться Т-образные светофоры с круглыми сигналами бело-лунного цвета. Движение разрешается только при включении одновременно нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый разрешает движение налево, правый сигнал разрешает движение направо, средний сигнал разрешает движение прямо. Мигание нижнего сигнала говорит о том, что время действия данного сигнала заканчивается и вскоре будет включен запрещающий сигнал. Таким образом, если включены только три верхних сигнала, то движение запрещено. Красный мигающий сигнал светофора на железнодорожном переезде запрещает движение. При запрещающем сигнале светофора водитель должен остановиться у стоп-линии, а если ее нет, у знака движения без остановки запрещено, а если его нет, то перед светофором. На железнодорожных переездах одновременно с красным мигающим сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно информирующий участников движения о запрещении движения через переезд. Круглый белолунный мигающий сигнал разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных, мигающих белолунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда, локомотива, дрезины. Водителям, которые при включении желтого сигнала светофора не могут остановиться перед стоп-линией, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение. Если в данной ситуации водитель синего автомобиля при включении желтого сигнала светофора начнет торможение, то в этом случае он остановится на перекрестке, что создаст помехи для движения транспортных средств с поперечного направления. Поэтому правила такому водителю говорят «проезжай на желтый». В подобной ситуации при включении желтого сигнала светофора водитель красного автомобиля может остановиться у стоп-линии, но для этого ему придется прибегнуть к резкому торможению, что может привести к подобному столкновению. Чтобы такого не происходило и красному автомобилю можно проехать на желтый, хотя это уже намного опаснее. А вот водитель черного автомобиля при включении желтого сигнала светофора может остановиться перед стоп-линией, не прибегая к экстренному торможению. Это значит, что в данной ситуации необходимо останавливаться. Поскольку въезд на перекресток при желтом сигнале светофора это очень спорная ситуация, необходимо еще раз уточнить, в каких случаях можно въезжать на перекресток на желтый сигнал, а в каких нельзя. Итак, мы подъезжаем к перекрестку на зеленый сигнал светофора и вдруг неожиданно включается желтый. В этой ситуации понятно, что синий автомобиль должен продолжить движение, чтобы освободить перекресток. И нам правила разрешают продолжить движение, чтобы не прибегать к резкому торможению. Таким образом, проезд на желтый сигнал разрешается, если светофор работает в следующем режиме. Красный, красный с желтым, зеленый, желтый, красный и так далее. Иначе говоря, желтый сигнал включается сразу после зеленого без предупреждения. А это для водителя неожиданно. Поэтому проезжаем на желтый. Большинство современных светофоров работают в режиме предупреждения. То есть, желтый сигнал включается после зеленого мигающего. А если светофор имеет цифровое табло, то в этом случае водитель уже прекрасно понимает, в какой момент будет включен желтый сигнал. Поэтому при работе светофора в режиме зеленого мигающего и наличии цифрового табло въезжать на перекресток на желтый сигнал запрещено. Желтый сигнал запрещает движение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok